Привет! Это продолжение жуткого рассказа о Милкволкере Амбассадоре. Если не видели первую часть, то обязательно переходите по всплывающей ссылке в правом верхнем углу или в описании для понимания сюжета. Наливайте свой любимый напиток и приятного просмотра! Я не буду описывать тебе полностью ритуал, чтобы ты не повторял моих ошибок, но вкратце все же расскажу. Мы взяли упаковку нового молока, выкопали небольшую ямку, вокруг нее поставили шесть свечей, произнесли нужные слова и ровно в двенадцать ночи закопали под старым дубом. Я помню только то, что звуки леса резко оборвались, а свечи моментально задул, непонятно откуда взявшийся ветер. Что было дальше? Да ничего не произошло. Мы стояли как вкопаны, около пяти минут, над ямой, боясь даже пошевелиться. Но когда поняли, что ничего не произойдет, то начали высмеивать друга, который все это затеял и утверждал, что ритуал призыва и сам монстр настоящий. Другу ничего не оставалось делать, как выслушать насмешки нашей компании и согласиться, что это все неправда. Мы собрали все вещи с нашего так называемого места ритуала и отправились домой. Хочу сказать, что было уже довольно поздно. На часах я увидел время двенадцать тридцать. Я говорю это к тому, что могу поклясться, что в это время, кроме нас в лесу, точно никого не могло быть. Но на выходе из леса я и моя компания отчетливо услышали вой, который раздавался с того места, где мы проводили обряд. И знаешь, брат, мы ребята не из фильмов ужасов, где все считают, что все произошедшее – это совпадение. Поэтому было решено завтра утром пойти на место проведения обряда и посмотреть, что там происходит. Когда на следующий день мы вошли в утренний лес, то поразились туманом, который окутал буквально все. Мы не видели ничего на расстоянии вытянутой руки. Это очень несвойственно для этих мест. И вообще такого густого тумана я никогда больше не видел. Ни до, ни после этих событий. В общем, кое-как мы дошли до места проведения вчерашнего обряда. Стоит ли говорить, что как только мы с друзьями увидели выротую ямку, а на земле какие-то огромные следы, то сразу же ломанулись из туманного леса в наш городок. Когда мы бежали, я отчетливо слышал какие-то стоны и жуткий смешок позади себя. А самое главное – в городке тумана-то и не было. Он магическим образом начинался только на подходе к лесу. Все это уже насторожило нашу компанию. Но мы даже не могли предположить, что будет твориться дальше. На следующий день в школе один из парней нашей компании стал рассказывать жуткий сон, который ему приснился сегодня. Мол, спит он и видит, что в окне появляется какая-то жуткая фигура. Как оказалось, это был огромный пакет молока с жуткой мордой, который просто молча смотрел в окно и наблюдал за другом. Настроение у всех ребят было омрачнено. Все понимали, что это был ни черта, ни сон, но боялись об этом говорить. На следующий день тот парень бесследно пропал. А когда мы компании пришли к нему домой, чтобы узнать, почему его не было в школе, то на пороге дома увидели полицию и заплаканную мать. Как мы узнали, сегодня ночью в комнате друга раздался шум разбитого стекла и крик самого парня. Когда родители мальчиков бежали в его комнату, то она уже была пуста. И все, что они увидели, это огромную дыру в окне комнаты. Мы понимали, что за парнем пришло ходячее молоко и, скорее всего, придет и за нами. Проблема заключалась в том, что мы знали только как призвать монстра, но не знали, как его изгнать из нашего мира. Целый день мы провели в пыльной библиотеке, штутярая кучу архивов, но так и не нашли никакой информации. На следующий день многие из нашей компании впали в панику, так как в школу не пришла девочка, которая была с нами, когда призывалось существо. Еле как отсидев уроки, мы сразу же ринулись к ней домой. Ситуация была в точности как с парнем, который пропал ранее. Опять выломанное окно комнаты и пропавший человек. Ни следов, ни улик. Я понимал, что если мы что-нибудь не предпримем, то все обречены. Друг, который рассказал нам историю о призыве и по сути все это затеял, предложил обратиться за помощью в молочную компанию, которая находилась в нашем городке, так как именно от бывшего работника этой компании он и узнал эту историю о призыве. У нас не было выбора, поэтому мы отправились за информацией в компанию. Не стоит говорить, что на нас там посмотрели как на идиотов и заверили, что у них никогда не было подобных упаковок, ведь они очень дорожат своей репутацией. Спорить было бесполезно, но когда мы выходили на улицу, нас окликнул старый сторож, который рассказал, что припоминает то, о чем мы говорим, и поведал нам о художнике, который в те годы как раз занимался дизайном упаковки с призывом существа. Уже поздно вечером мы стояли на пороге покосившегося дома, который был исцарапан какими-то символами. Хозяин дома в нашем городке считался сумасшедшим, и все старались обходить его дом стороной. Но выбора у нас особо не было, поэтому, набрав как можно больше воздуха в грудь, я громко постучался в старую дверь полуразвалившегося дома. Что же, это конец второй части. Если вам действительно зашло, и вы хотите услышать финал истории, то обязательно пишите комментарии, и ставьте лайки по данным видео. Именно так я пойму, что моей аудитории действительно интересна данная рубрика. Кстати, еще шесть рандомных ваших комментариев обязательно попадут в начало нового выпуска. До новых встреч! Подпишись на Огонька! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok